Вторую потом. Дотягиваем. А если еще подать импульс? Да, главное подать импульс. И если, ну я не говорю, что это про чисто парализованных, но про если человек может что-то помочь, то, пожалуйста, мы можем ее вниз, а также вверх. Казалось бы, простая манипуляция. Переложить пациента, повернуть его на кровать или на кушетке, однако и это на самом деле задача не из простых. Их кажется, что сиделке или близкому, который ухаживает за лежачим, необходимо много силы и энергии, чтобы делать эти перемещения. Однако, если знать законы кинестетики, быть немного знакомым с техниками массажа, все получается быстрее и легче. На таких постулатах строится обучение, которое представители Красного Креста в очередной раз провели для работников территориального центра Ленинского района. Вообще кинестетикс – это наука об осознании своего движения. То есть мы движемся не только наружно, но у нас происходит движение и внутреннее. И если его осознать и понять, как это происходит у себя, а потом это применять на человеке, за которым ты ухаживаешь, то этим мы добьемся увеличения его самостоятельности. А значит, мы улучшим качество его жизни, а значит, мы улучшим его самосознание, самоуверенность. А это для больного очень важно. Люди, выполняющие функции сиделки, как правило, не молоды. Такую работу нередко выбирают для себя пенсионеры. И благодаря таким обучающим курсам они обретают знания и опыт в том, как это делать правильно и максимально комфортно для себя. От теории к практике пока в качестве ассистентов коллеги. В ближайшем будущем это будут подопечные отделения. Это очень важно и для нас, и для меня как заведующей, и для моих работников сиделок, которые непосредственно этим занимаются каждый день. Если мы десяти человекам поможем вот в этом, и мы снимем напряжение, то, что происходит по уходу за пожилым человеком у сиделок, и они будут более здоровее, это и наши здоровые работники, и помощь самому пожилому. Это очень важно. И нам еще надо помочь родственникам, которые ухаживают за такими больными. Если мы это поможем, мы сделаем очень большую работу. Это будет очень большая помощь. Кстати, такие же образовательные консультации может получить любой желающий, занимающийся уходом за престарелыми и лежащими близкими. Представители Красного Креста готовы подготовить площадку, и в случае острой необходимости даже выехать надо. Для записи консультации необходимо предварительно связаться с специалистами организации, позвонив по номеру телефона 59 00 32. Продолжение следует...